Если вы потеряете связь с атмосферой, вы умрете, не так ли? Вы сами этого не знаете, но вся ваша жизнь — это противостояние Вселенной. Ваша единственная проблема в том, что структура вашего ума пришла в беспорядок. Вы можете легко это исправить. Садхгуру, в бессилии многие молодые люди начинают думать об отчаянном шаге — самоубийстве. На эту тему было задано много вопросов. Один из них — многие из моих близких друзей склонны к суициду. Как мне помочь им избавиться от этой мысли? И они не хотят заниматься йогой. Вопрос претензий. Хорошо, давайте ответим с этого конца. Во-первых, что такое йога? Сегодня, к сожалению, даже в Индии, в стране, где все началось, люди думают, что йога зародилась в США. Они думают, что йога — это когда вы скручиваетесь в различные немыслимые позы, так, чтобы выглядеть как засохшая макаронина. Нет, я хочу, чтобы вы поняли, йога означает единство. Единство означает… Сейчас вы сидите здесь, вы же дышите. Ваш друг тоже дышит? Точно? Хорошо. Конечно, вы едите, пьете воду. Существует много других уровней обмена. Но, по крайней мере, с этими физическими вещами вам понятно, что без этого обмена вы не можете существовать. Не так ли? Да? В каком-то смысле, это указывает на то, что вы просто крошечное создание. Просто маленький всплывающий элемент. На экране вашего смартфона есть всплывающие и исчезающие элементы. На этой планете вы всего лишь всплывающий элемент. И вы исчезнете? Да. Вы считаете, что существуете индивидуально, сами по себе. Нет? Если вы потеряете связь с атмосферой вокруг вас, вы умрете. Не так ли? Если вы не будете есть и пить, вы умрете. И не только это. Каждая клетка, каждая субатомная частица этого тела участвует в обмене. Если обмен не состоится, вы мгновение не проживете. Но психологически вы поместили себя в такой кокон, что думаете, будто вы существуете индивидуально, сами по себе. Йога означает, что вы осознанно стираете границы своей индивидуальности. Если вы не стираете границы индивидуальности осознанно, тогда, хотя вы сами этого не знаете, ваша жизнь, противостояние Вселенной – это безнадежное соперничество. Послушайте моего совета. Это безнадежное соперничество. Если вы соперничаете со Вселенной, вам определенно захочется умереть. Если вы вступаете в такую масштабную борьбу, то и жить не стоит. Вот что получится. Обычно люди справляются с этим неосознанно, понемногу сглаживая границы. Кто-то влюбляется и внезапно приоткрывает перед кем-то границы своей индивидуальности. Английское выражение «falling in love» – упасть в любовь – очень удачное, потому что внутри вас что-то должно рухнуть. Вы не можете возвыситься в любви, взлететь в любви, подняться в любви. Вы должны упасть в любовь. Это означает, что что-то в вас должно оголиться, что-то внутри вас должно рухнуть. Вам нужно выделить место. Для чего-то еще. Вы сделали немного йоги. Неосознанно. Они все еще не хотят заниматься йогой? Если жажда стереть границы находит базовое физическое выражение, мы называем ее сексуальностью. Если она находит эмоциональное выражение, мы называем ее любовной связью. Если она находит ментальное выражение, она проявляется в амбициях, завоеваниях или просто в шопинге. Если она находит осознанное выражение, мы называем это йога. Чем бы вы не занимались в своей жизни, как, по-вашему, лучше это делать? Осознанно или неосознанно? Как вы думаете? Осознанно. Если вы осознанно сотрете свои границы, то поймете, что вы напрасно выстраивали психологическую структуру, в которой ощущали себя как в ловушке. Если вы сотрете эти границы осознанно, это называется йога. Если вы сотрете их физически, это секс. Если вы сотрете их эмоционально, это любовь. Если вы пытаетесь терять их на уровне ума, это называется достижением, завоеваниями, амбициями, свершениями, победой и так далее. Но надолго ли все это? Все это мимолетно, потому что это происходит неосознанно. Если вы осознанно сотрете границы своей индивидуальности, то вы сможете сидеть здесь с устойчивостью Вселенной. Куда вы собираетесь уйти с помощью смерти? Потому что вы не имеете права уничтожить все то, что создано не вами. Не так ли? Разве вы создали эту жизнь? Да? Вы создали эту жизнь? Вы способны на это? Нет? Тогда в чем же дело? Единственная проблема в том, что структура вашего ума пришла в беспорядок. Вы можете легко это исправить. Пусть они займутся йогой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!